При появлении коммерсанта сразу несколько отличительных черт ярко воздействовали на читателя. Во-первых, это была цена газеты. Еженедельный коммерсант стоил 1 рубль. Для 1989-1990 года это была огромная цена за что-то, что продается в киоске среди других газет, которые стоили копейки. И понятно, что это была цена, которая должна была отсечь референтную группу, которая по своему социальному положению, с точки зрения владельцев и издателей коммерсанта, не являлась их потенциальной аудиторией. Такой демонстративный жест. Второе – это то, что эта газета, по-моему, первой, апеллировала к дореволюционному медиа. Это как бы… Нашли газету «Коммерсант», которая на самом деле была не очень известной в дореволюционной России, издавалась в Москве с перерывами. Но, тем не менее, формально существовала к 1917 году и была прекращена в результате октябрьского переворота. И остроумная, значит, формулировка на первой странице рядом с логотипом, что с 1917 по 1989 или, не помню, там, 90-й год газета не выходила по независимым от редакции обстоятельствам. Ну, я считаю, что Яковлев просто полубог, который создал все, что связано с буквами на этой земле. Кирилл Мефодий, но и Яковлев. Трое их было, на самом деле, они двое. То есть они дали букву, а он сказал, как их складывать. Это вот стандарт нейтральной журналистики, да, вот этой вот. Техника разделения фактической информации и мнения собственного. Человек, который не освоил это ремесло, который путает, как бы вот так вот синкретически мысли, да, не может отделить факты от того, что он привносит своей головой. Этот человек, как бы, отбраковывается, он не может работать в журналистике. Вот это вот первое, мне кажется, и самое главное, что сделал Яковлев. Это целенаправленно, можно сказать, вбивалось в голову журналистам, да. Кого волнует твое вонючее мнение? Вот это было самое главное. Я уж не знаю, сейчас, ну, это же умеют, там, возьмите РБК или там ведомости, да. Ну, это, в принципе, те же стандарты. Наверное, есть какие-то различия в стилистике, да, какие-то уже дополнительные ограничения есть в каждом из этих, в каждой из этих корпораций. Но базовое — это именно вот это. Это вот самое главное. Убери из заметки себя. Поскольку мы все выросли из советской культуры, да, советская культура отличалась тем, что ее как бы было не так много, да, но зато ее как рекламу повторяли, там, по 40 раз на дню. Ну, условно говоря, если исполнялась какая-то песня, то, ну, ты не мог ее не узнать, да, она звучала там 700 раз из каждого утюга. И против твоей воли ты знал ее слова. Соответственно, вот это все в нас сидело, и мы от этого освобождались через коверкание вот этого всего, да. Ну, вот как бы процесс такой. Все эти каламбуристые заголовки, они на тему советских штабов, да, как бы так лечились, восстанавливали здоровье, да. Смеялись над тем злом, которое вот только что было, и сейчас мы из него, сейчас вот буквально мы от него избавились. И на эту тему, собственно, весь наш праздник и все наше предприятие, которое, значит, мы затеяли. Вот отсюда идут все эти заголовки. Если мы вспомним язык советской прессы, даже и перестрочной прессы, да, даже и, как бы, вот, прессы, воровшиеся за гласность, там, демократию, ускорение, да. Это был очень серьезный подход, такой, людей, понимавших свою миссию, людей, которые говорили о серьезных вещах, пафосно. Как бы это был такой советский же дискурс, только наоборот, как бы, как Довлатов говорил, да, цитируем, по-моему, на что советский, что антисоветский, какая разница. Вот, в стилистическом смысле это было одно и то же. Коммерсант предложил альтернативу. Это был новый язык, это был язык, который, как бы, подвергал сомнению сам себя и реальность, вот, с помощью этой иронии. Проблема коммерсанта была в том, что ему предстояло описывать фактически несуществующую реальность, потому что, так сказать, это сейчас ретроспективно, можно сказать, что вот формировался там новый русский капитализм, да, какое-то буржуазное общество. На самом деле, конечно, мы помним, так сказать, что тогда это буржуазное общество, так сказать, представляло собой в реальности, да, это были кооперативы, киоски, там, не знаю, так сказать, люди в малиновых пиджаках, так сказать, со временем появившиеся не сразу, да, с золотыми цепями и так далее. То есть это было весьма далеко от тех стандартов, которые описывали, как бы, зарубежные аналоги коммерсанта, какие-нибудь там Financial Times, там, и что-нибудь, и западные деловые издания, весьма далекая от этого реальность, да. Естественно, коммерсант не мог, так сказать, под эту реальность лечь. Он по гениальной идее Владимира Яковлева, основателя первого главного редактора коммерсанта, предпринял другую стратегию, да. Он решил выстраивать реальность во многом не существовавшую, но долженствовавшую быть, так сказать, да, и рассчитывая во многом справедливо, что сама реальность подстроится под язык описания, да, здесь как бы язык описания формировал то, что существует на самом деле. Ну, вы знаете, это же такая игра, то есть реальный герой был босиком, который еще, ну, вчера там, я не знаю, торговал в Переходе, да, и вот только что закрепился в Москве и уже счастлив, да, ну, условно говоря. А про него писали, как про взрослого человека, ну, тогда еще слово господин не было введено, да, это сейчас коммерсант перед каждым человеком ставится слово господин. То есть он думал, что он какой-то ванек в тренировочных штанах, да, который немного поднялся на торговле печеньем, вот. А про него писали, что такой-то, такой-то на автомашине ВАЗ-21-0 что-то столкнулся с мачтой освещения, как-то, по-моему, на милиционерском языке, так, по-моему, фонарь называется. То есть, на самом деле, когда о нем писали, использовали язык, который он сам к себе никогда не применял. И это ему, безусловно, льстило. Понимаете, да? То есть этот язык его не принижал, а наоборот возвышал в собственных глазах. Когда мы говорили про иронический модус коммерсанте, важно упомянуть о такой важной детали раннего коммерсанта, как карикатура Андрея Бильжо. Сага Петровича, да, которые много-много лет, значит, печатались из номера в номер и фактически представляли того самого нового русского, о котором коммерсант писал. Да, Петрович, это и есть, так сказать, герой коммерсанта. То есть одновременно он действительно был героем коммерсанта, о котором серьезно писалось на бизнес и политических полосах. А с другой стороны, вот это коммерсантовское востранение, как бы такая ироническая приподнятость над объектом описания, они очень характерны. Это уже действительно карикатура Бильжо были очень остроумны и до сих пор вызывает смех. Ну, наверное, было бы смешно говорить, что коммерсант создал средний класс, да, но он там как-то появился. То есть можно спорить вообще о том, существует ли он, да, но если существует, то там по целому ряду причин, да, там коммерсант, наверное, не самое главное, да. Условно говоря, это там люди, которые, ну, у которых нет такой вот безудержанной воли к подчинению, да. Ну, вот скажем так, то есть есть какой-то круг вопросов, который они готовы решать сами, над которыми готовы размышлять сами, которые не находятся в бесконечных поисках начальства. Можно спорить, появился ли средний класс в России или нет, но понятно, что новые русские растворились в некоторой массе. То есть они перестали быть из каких-то там уникальных субъектов, они стали некоторым множеством, да. Отсюда и пропали анекдоты о них, они перестали быть теми, так сказать, валиновыми пиджаками, которых видно в толпе, да. Они в каком-то смысле сами стали толпой. Большой или многочисленной или нет, об этом можно спорить, но в любом случае их стало столь много, да, что они перестали быть героями анекдотов. И это произошло к концу 90-х годов, и газета, собственно говоря, тогда стала более ординарной по сравнению с коммерсантом начала 90-х. Но это процесс вполне закономерный, потому что коммерсант начала 90-х и писал новым языком, и описывал новую реальность, и все это, конечно, было впервые, все это было беспрецедентно, все это было живую нитку. Политически мне трудно говорить, опять-таки, вот в силу того, что я был молод, да, я начинал работать в агентстве постфактум информационном, а с 91-го года перешел в газету. Я был корректором. Ну, то есть это что может быть ниже, скажем так, да. Мне позвонил человек какой-то, знакомый, знакомых, знакомых, знакомых родителей, седьмая вода. Позвонил мне и сказал, вот Максим, здравствуйте, меня зовут так-то, я представляю какой-то, я уже даже не помню, вот структуру. Он спросил меня, скажите, пожалуйста, а когда у вас дается номер? Я говорю, в субботу, а выходил коммерсант тогда в понедельник. Он говорит, скажите, пожалуйста, вы можете после сдачи номера в субботу сообщать мне, какой будет написан курс доллара на черном рынке? Я вам за это буду платить, за эту информацию. Вот, ну там я отказался, да, но это просто показывает, да, вот что такое тогда был коммерсант. Нашли корректор, и чтобы он за полтора дня до публикации, да, сообщал человеку курс, и он на этом что-то наварит, зная это заранее. Представляете, просто, ну, если корректор ценность представлял для человека из какого-то там нефтяного концерна, какую ценность для них представляли, там, корреспонденты, обозреватели, да, люди, которые пишут там серьезные экономические обзоры, ну, и так далее, да, руководство и сам Яковлев. В принципе, и до конца 90-х было понятно, что коммерсант – это не только экономически успешное подприятие, но как бы и важнейшее средство воздействия на общество, важнейший, так сказать, канал, так сказать, транслирования мнений, формирования мнений. И не случайно он был в 98-м году куплен Борисом Березовским. И известны слова Березовского, да, что, который ему приписывают по легенде, что кто владеет коммерсантом, тот управляет мнениями современной России. Поэтому, действительно, роль коммерсанта и его статус символический среди медиа постсоветских переоценить трудно. Попытно вспомнить такой эпизод из-за вспоминаний заместителя главного редактора «Коммерсанта» Леонида Злотина, что на каком-то съезде депутатов, еще это было, соответственно, 90-й, наверное, год, он зашел в зал заседания, и там сидели охранники, и у всех у них в руках был еженедельный коммерсант, они все читали «Коммерсант», значит. И у журналистов-коммерсантов, которые видели это, было, конечно, особое отношение к себе, и к ним было особое отношение. Конечно, они были вхожи в высокие кабинеты, и эти репортажи, например, тех же съездов народных депутатов и читались поначалу, и не случайно лучшие перии коммерсанта, как и Максим Соколов, начинали как парламентские корреспонденты. То есть тогда парламентский корреспондент — это была важная для газеты должность, на которой определялись неслучайные люди, потому что в парламенте была жизнь, была реальная политика, и она требовала описания, и это описание имело какие-то последствия. Поэтому уровень доступа к журналистов-коммерсанта в раннее ельцинское время к принимающим решениям, уровень кабинетов, в которые они входили, был, конечно, несопоставим с нынешним. И вообще система отношений медиа и власти была совершенно иной, нежели сегодня. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!